Доктор Брахалис Но и это еще не все Ходят слухи, что если закинуть в канализацию две бутылки самогона, то там заспавнится бомж Валера Друзья, не забывайте, алкоголь вредит вашему здоровью Брахалис, ты правда в это веришь? Я вообще не знаю о существовании канализации на этой карте Давай же прокачимся и проверим это Василий, как бы странно это ни звучало, но отвезите нас, пожалуйста, к канализации Угу Знакомьтесь, наш новый персонаж Василий Работает на службе у президента Никогда не откажется в подработке Молчалив Отслужил пять лет в спецназе Любимый сериал «Эволюция цыплят» Ну вот, мы у той самой канализации Василий, будьте так добры, принесите самогон из багажника Угу Коллега, закидываем на счет три Три После вас Это что, тот самый Бомж? Вообще-то меня зовут Валера И спасибо за самогон Вау, получается, этот миф действительно сработал? Какой еще миф? Ну миф про канализацию Мы закинули сюда самогон и вы заспаунились Ха, я как бы тут живу уже давно Получается, тогда миф работает наполовину В канализацию-то мы все-таки смогли попасть Валера, а как же вы тут оказались? Я раньше жил в городе Припять И после аварии на атомной станции потерял свой дом Больше мне негде жить Вот периодически ночую в канализациях Друзья, давайте соберем 7000 лайков под этим видео Чтобы мэр выдал Валере новый дом Да, не оставим его в такой беде Слушайте, раз вы мне хотите помочь, то я помогу вам Советую прийти сюда ночью И сможете найти кое-что интересное Хм, звучит интригующе Хорошо, попробуем следовать твоему совету, Валера Друзья, для проверки мифа, который находится на четвертом месте Перемещаемся в режим Elite Squad Ух, ночью здесь совсем небезопасно Повсюду монстры Ну давай смотреть, что же тут может быть интересного Что? Смотри, это же Бэтмобиль Валера не обманул нас Это действительно крутой миф, друзья Давайте рассмотрим ее поближе Я даже могу сесть в нее и прокатиться Рекомендую всем воспользоваться этим мифом Машина Бэтмена действительно существует Ищите ее через канализацию, как мы показали в своем видео И после этого она появится у вас в магазине за 900 монет А мы двигаемся дальше Третье место Перемещаемся на карту Чала Хаус Z Говорят, на этой карте есть один очень странный миф Ну мифов здесь действительно немало Это карта глобальных аномалий И мы сейчас не о призыве Селеноголового и Хагиваги Надеюсь, друзья, вы уже знаете все о них А если нет, то посмотрите видео на нашем канале о этих существах Ну а мы проверим следующее Если находиться на высоте и призвать любого моба То он там зависнет и не будет падать вниз Переходим к проверке Давайте подниматься Приступаем к призыву мобов Действительно очень странный и рабочий миф, друзья Мобы зависают в воздухе и не могут передвигаться На других картах я такого не встречал Напишите в комментариях, друзья, есть ли еще карты с такой аномалией А мы переходим к следующему мифу Второе место Переместимся на карту Таун Спасибо, Василий Что ж, мы на карте Таун На ней очень много разных мифов Но мы рассмотрим очень странный, о котором знают не так много игроков На карте есть один секретный дом, который можно пройти насквозь Он находится как раз у нас за спиной Интересно, разработчик специально оставил его в таком состоянии, как некую пасхалку Или же это просто обычная недоработка? Давайте я продемонстрирую, о чем идет речь, коллега Это что, платформа 9.75 из Гарри Поттера? Похоже на то Давайте же переходить к финальному мифу Первое место Переходим на карту Прота 07 Вот мы и на карте Прота 07 Именно здесь кроется самый крутой миф из нашего списка Как вы могли замечать, в игре почти нет никаких типов освещения Кроме как вот эта настольная лампа и костер Свет от них исходит, но он не такой яркий, как хотелось бы Правда, есть один способ усилить свет, исходящий от них Пока мы заметили такую особенность только на этой карте Продемонстрируйте, коллега Если мы поставим источник света в угол таким способом То вот какой большой яркости мы сможем достичь Брахиалис это потрясающе Предлагаю светить всю карту Ну вот, теперь это самая яркая карта в Чикинган Гарибальди, я очень доволен сегодняшним роликом Да, Брахиалис, надеюсь нашим подписчикам был интересен такой формат обзора мифов И они по достоинству оценят наши старания лайком и подпиской на канал На этом видео подошло к концу, друзья Напишите в комментариях, сколько мифов из нашего ролика вы знали А также пишите, какие крутые мифы я еще не упомянул А самые интересные Гарибальди и Брахиалис обязательно проверят в следующем видео Смотри видео, которое появилось на экране И пока-пока